МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наш сегодняшний разговор пойдёт о масках. О театральных и карнавальных масках, за которыми человек с древности зачем-то стремился скрыть своё лицо в определённые моменты жизни. Зачем? На этот вопрос так просто не ответишь. Действительно, вопрос о масках открывает перед нами подлинные бездны в познании человеческой природы. Ограничимся лишь некоторыми соображениями. Вначале отметим, что греческий термин «просепон», обозначающий личность, полностью отожислялся с термином «просепион» — театральная маска. Такое употребление термина «просепон», то есть личность, как маска, можно найти уже у Аристотеля. Да и латинское слово «персона» по всей вероятности появилось под влиянием греческого «просепон» — личность, маска. Есть, кстати, и такая версия происхождения римской персоны. Некоторые специалисты утверждают, что «персона» происходит от этрусского слова «ферсу», что вновь связывает пресловутую личность с ритуальной или театральной маской. Но зачем ходить так далеко? Обратимся к отечественному наследию. Согласно толковому словарю живого великорусского языка Владимира Даля, слово «лицо», которому, несомненно, восходит термин «личность», может обозначать как «лик» в возвышенном значении, так и в бранном смысле «рожу» или «харю». А накладная «рожа» и «харя», согласно тому же Далю, и есть маска, она же личина. Опять же, мы видим, что родные нам смыслы увязывают между собой «лик», «лицо», «личность» и «маску», то есть личину-харю. Какова связь между маской актера и человеческой личностью? Не в том ли она, что маска некоторым образом напоминает о реальной личности. Но в этом напоминании о реальной личности безусловно таится и попытка преодоления той ложной личины, которой человек волей или неволей обрастает в повседневности. В этом выражается парадоксальное истребление человека освободить свою душу от повседневного лицедейства через принятие на себя маски, то есть нового лицедейства. Замечательные слова об этом масочном парадоксе человеческого бытия высказал в своей проповеди один из греческих православных иерархов 20 века митрополит Халкидонский Мелитон. Вот его слова. «Карнавальный клоун – трагическая фигура. Он хочет освободиться от лицемерия через притворство. Он стремится уничтожить все те разнообразные маски, которые носят ежедневно, надевая новую, более причудливую. Он ищет избавление от того, что было вытеснено в подсознание и освобождение, но освобождение не приходит. Трагедия карнавального шута остается неразрешенной. Его глубочайшая потребность – быть преображенным». Да, маска трагична. Она словно застывший вопль об освобождении и высоком изменении человеческого существа. Но принести это преображение личности сама по себе маска не способна. Но ведь на что-то маска все же способна. Давайте разберемся с этим вопросом на примере знаменитых венецианских масок. Попробуем последовательно примерить на себя эти накладные венецейские рожи. Итак, мы знаем, что маска является главным персонажем венецианского карнавала. Считается, что, пряча свое лицо под личиной, люди уходили из рамок реальной жизни. Карнавальная стихия оправдывала любые превращения. Вскрытое под венецианской маской лицо позволяет раскованно открывать свое чувство окружающим в поисках желанного освобождения. Венецианские маски имеют два источника происхождения. Одни маски пришли из уличного театра итальянской комедии деларте, возникшего к середине 16 века. Эта гротескная импровизация с ее острыми шутками и акробатическими этюдами родилась на площадях итальянских городов, а затем уже достигла своего расцвета в стихии венецианского карнавала. К маскам театра относятся панталоны, доктор, коломбина, пьеро, орликин, бригелло и другие слуги дзанни. А второй вид масок Баутта, Моретта, доктор Чума и Вольта образовались согласно странной логике самой венецианской жизни и отшлифовывались многовековой историей карнавального действа. Существует предположение, что своим распространением венецианская маска обязана эпидемия чумы. Жители Венеции считали, что если лицо закрыто маской, то смерть может не узнать избранного ею человека и пройти мимо. Врачи обследовали больных чумой в масках с длинными носами. В нос такой маски вставляли ткань, пропитанную эфирными маслами. Эти масла, как полагали, позволяли владельцу маски избежать заражения. С той же целью поверх обычной одежды врачи носили длинные темные плащи из длинной или вощеной материи. А в руки брали специальную палку, чтобы не прикасаться к больному руками. Из этой традиции берет свое начало самая устрашающая маска венецианского карнавала доктор Чума. Итак, в начале венецианский карнавальный костюм состоял лишь из белой маски, черной накидки и черной треуголки. Много позже появились цветистые лица и фигуры из комедии дель арте. Спрос на маски в Венеции способствовал созданию многих мастерских, занимающихся их изготовлением и продажей. А к концу 15 века профессия масочника была официально зарегистрирована и пользовалась большим почетом у горожан. Эти маски снискали огромную популярность. Поэтому во время знаменитого венецианского карнавала каждый мог стать частью этого театрального действа, не имевшего границ. Но давайте вначале примерим маски из комедии Делларте. Каждый из персонажей этой итальянской комедии отличался определенным характером, стилем и манерой одеваться. Строго говоря, у комедии Делларте было два основных центра Венеция и Неаполь. В соответствии с этим сложились и два основных квартета масок. Это северные или венецианские Панталоны, Орликин, Бригелло и Доктор, а также Южный или Неаполитанский. Здесь мы видим Тарталью, Скорамуччо, Ковьелло и Пульчинелло. В обоих составах часто принимали участие также Капитан, Фантеско или Серветто и Влюбленные. Вообще число масок в комедии Делларте очень велико, всего их насчитывается более ста, но большинство из них являются родственными персонажами, которые различаются деталями. Одна из самых ранних масок венецианской уличной комедии это маска Дзанни. Дзанни не что иное, как венецианский вариант произнесения популярного в Италии имени Джанни, Джованни. В масочном варианте это нерадивый слуга пройдоха, который вечно попадает в какие-то нелепые истории. Его наряд состоит из двугорбой шапочки, полумаски с огромным длинным носом и просторного крестьянского костюма. Существует мнение, что этот типаж происходит из-за Зывалы. Венеция всегда была городом торговым. Торговые прилавки стояли вдоль набережных залива и по площадям. Чтобы привлечь покупателей, торговцы устраивали что-то вроде театра одного актера. Поначалу этот Дзанни в одиночку разыгрывал перед почтенной публикой латцы, короткие шутливые сценки. Однако в Венеции всеми этими Дзанни, слугами, зазывалами и носильщиками служили, как правило, крестьяне из Бергамо. А город Бергамо тогда входил в состав сухопутных владений Венеции, так называемой терра-фермы. Так вот, горных бергамцев венецианцы считали жуликами, а равнинных дураками и лохами. Из этих оригинальных представлений о характере жителей Бергамо в Венецианском театре возникло и два типа Дзанни. Первый тип пройдоха и авантюрист. Он быстро приспосабливается к условиям городской жизни, превратившись в лукавого и сметливого лакея. Второй тип тугодум и недотепа, вечно попадающий в просаг. Два этих персонажа составляли комическое единство, эффектно дополняя друг друга. Первого, как правило, называли Бригелла, а второго Оликин. Но подробнее о них и о прочих масках венецианской комедии Дель Арте мы поговорим уже в следующий раз. Это была программа Обыкновенная история. Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова